Две крупные победы над соперницами, вручение благодарности губернатора и удостоверение к званию мастера спорта международного класса. В Волгограде прошли матчи второго тура чемпионата России по водному полу среди женских команд. В Спартаковке под руководством Александра Гайдукова не оставили шансов гостям города-героя. Перед началом матча против соперниц из команды Кинфев-2 участницы Олимпийских игр в Токио Анастасии Федотовой вручили благодарность губернатора. Удостоверение и значок мастера спорта международного класса России. За неделю до этого ватерполистка, в чьем послужном списке серебряная медаль чемпионата Европы, бронза мировой лиги и золото первых европейских игр отметила 23 день рождения. Награда оказалась как нельзя кстати. Я ждала этот значок, когда он будет, потому что приказ вышел еще в 20-м году, в феврале. И вот сейчас наконец все это так торжественно произошло. И опять же повторюсь, у меня получается это после дня рождения, как очень хороший подарок для меня получился от руководства. Мне очень приятно. Последние напутствие тренера и в Волгоградке отправляются в ожесточенный бой. Дублеры чемпиона России особого сопротивления хозяйкам бассейна оказать не смогли. Вместе с Анастасией благодарность губернатора получил и тренер Спартака Волгоград, возглавлявший сборную страны на Играх 2020. В последние годы россиянки под руководством Александра Гайдукова неизменно брали медали на крупных турнирах, включая Олимпиаду 2016. В Токио подопечные волгоградцы, к сожалению, остались четвертыми, но вновь показали характер и мастерство. Олимпийский цикл, который возглавлял команду Александр Гайдуков, из 15 именно официальных соревнований, это чемпионаты мира, кубки Европы, чемпионат Европы, Олимпийские игры, они завоевали 10 медалей. Это результат, в общем-то, достаточно очень-очень серьезный, который вызывает только уважение. После игр в Токио Александр Гайдуков сосредоточился только на работе с клубом. Обновилась команда, мы омолодились немножко, к нам пришли два молодых игрока 2002-2003 года. Пока вливаются в коллектив, где-то ищут связи, немножечко есть легкое недопонимание с игроками, но девчонки их поддерживают. И как я их спрашивал, всячески поддерживают во всем отношениях, подсказывают, потому что опыта, конечно, у них еще маловато, но постепенно, я думаю, все наладится. Анастасия Федотова не единственная участница Олимпийских игр в составе красно-белых. Пять лет назад на летних Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу Ольга Лупиногина-Горбунова. Сегодня Ольга вновь в строю после выхода из декрета. Не могу сказать, что я стала довольна собой, потому что все-таки много, что 100% голов не забило, но, по крайней мере, я выложилась. Очередные победы волгоградок позволили им остаться в тройке сильнейших команд России. Борьба за медали у девушек продолжится в следующем году. А вот их одноклубникам, мужчинам, 10 и 11 декабря предстоят два поединка с чемпионами страны, ватерпористами казанского синтеза. За ходом матча волгоградцев можно будет следить в режиме прямых трансляций. Ольга Цымбароевич, Александр Шишин. Время новостей.